Здравствуйте! В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Кристины Алексеева. В 2022 году субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляли займы по льготным ставкам. Какому количеству организаций оказали такую поддержку, кто имел право взять такой займ и что изменится в 2023 году, узнаете в этом выпуске. Гость студии Виктория Фоменко, исполняющая обязанности директора Ставропольского краевого фонда микрофинансирования. Здравствуйте, Виктория Евгеньевна! Добрый день! Ну и чтобы говорить нам сегодня с вами подробно об этой теме, нужно понимать, что вообще из себя представляет ваш фонд. Расскажите немножечко о нем. В Ставропольском крае действует инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства. И одной из таких организаций инфраструктуры является именно наш фонд, Ставропольский краевой фонд микрофинансирования. Он был создан в 2010 году. Единственным учредителем является Министерство экономического развития Ставропольского края. Единственной целью существования фонда является предоставление доступа малого и среднего бизнеса, а также в настоящее время и самозанятых предпринимателей льготным финансовым ресурсам. А чем ваш фонд отличается от банка или других микрофинансовых организаций? В первую очередь мы фонд предпринимательского финансирования. То есть мы работаем исключительно с субъектами малого и среднего предпринимательства, а также с самозанятыми гражданами. То есть выдаем микрозаймы исключительно на предпринимательские цели. Другой нашей самой главной отличительной чертой является небольшая процентная ставка. То есть на сегодняшний день в фонде действуют ставки от 1% годовых до 11% максимально, что существенно ниже, чем во многих микрофинансовых организациях. И отличается от ставок в банках, потому что наш сегмент, который финансирует фонд, он в основном не может получить какие-то кредиты, займы в банках. В основном таким предпринимателям и организациям самозанятым предоставляют кредитные карты, где гораздо выше процент. А получить займ в фонде можно уже по более низкой ставке. Плюс у нас индивидуальный график погашения кредитов, займов. Мы обязательно учитываем сезонность ведения деятельности предпринимателям и самозанятыми, что немаловажно при построении их финансового плана и финансовой деятельности в течение года. То есть можно сказать, что по сравнению с другими какими-то организациями, ваш фонд сегодня занимает особое место, пользуется популярностью, потому что у вас особые льготные условия. Да, и гибкий подход обязательно к каждому клиенту индивидуальный. А откуда идут средства на финансирование вашего фонда? Средства на финансирование фонда поступают из бюджета как Ставропольского края, так и федеральные средства. А вот немножко о той категории лиц, которой вы оказываете поддержку. Расскажите нам, чтобы понимать конкретно, кто может претендовать на то, чтобы получать займы в вашем фонде. Мы предоставляем микрозаймы субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Ставропольского края, а также самозанятым гражданам. Заемщики потенциальные не должны иметь задолженности по налогам и сборам более 50 тысяч рублей на дату обращения в фонд. Также не должны иметь отрицательной кредитной истории за последние полгода. Иметь достаточное количество доходов для того, чтобы погасить займ, то есть выполнить свои обязательства перед фондом, потому что денежные средства выдаются на возвратной и платной основе. Это обязательное условие. Также необходимо по некоторым займам предоставить залоговое обеспечение, потому что фонд предоставляет как беззалоговые, так и залоговые микрозаймы. Как в целом можно ответить на вопрос, какую поддержку вы оказываете тем, кто к вам обращается? Прежде всего мы оказываем поддержку начинающим предпринимателям, то есть для тех, кто только зарегистрировал свой бизнес, только в начале своего пути, при условии, что у него хорошо продуманная стратегия, то есть он проработал все необходимые моменты, все слабые места, имеет конкретную цель, имеет четкий план своих действий. Также мы помогаем самозанятым категориям граждан. Это новый для нас сегмент деятельности. С 2021 года мы начали предоставлять займы, то есть это те, кто раньше находился в серой зоне, их деятельность была не зарегистрирована. Сейчас они могут официально быть зарегистрированы, официально платить налоги и официально получать займы именно на предпринимательские цели. Займы для начинающего бизнеса и для самозанятых обязательно целевые, то есть необходимо будет предоставлять отчет об использовании денежных средств. Также наш основной сегмент – это, естественно, сельское хозяйство, это торговля, это производство. Мы работаем со всеми сегментами бизнеса, за исключением подакцизных видов деятельности. А как вообще чаще всего происходит обращение к вам? Где находят номер, приходят, звонят, оставляют на сайте заявки? Вы знаете, абсолютно разные источники обращения. Прежде всего, это личные рекомендации тех уже, кто воспользовался услугами нашего фонда, потому что более 40% клиентов обращаются к нам повторно. То есть им удобно, комфортно пользоваться услугами фонда. Также, благодаря продвижению в социальных сетях, публикации в Министерстве экономического развития, фонд также имеет свою страничку, имеет свой сайт, где можно более подробно ознакомиться со всеми условиями получения финансовой поддержки, со всеми программами, со всеми требованиями к заемщику. То есть там можно получить наиболее исчерпывающую подробную информацию. Также можно о нас узнать через фонд поддержки предпринимательства, который активно работает в нашем Ставропольском крае, который также является инфраструктурой. Администрации городов, муниципальных районов все знают о существовании фонда, потому что фонд работает 12 лет. Мы участвуем во всех мероприятиях, всегда открыты для всех своих клиентов, готовы участвовать в любых совещаниях, форумах. Работаем над тем, чтобы клиенты знали о том, что фонд существует, фонд работает, давно работает, успешно работает. Мы находимся в десятке лучших фондов Российской Федерации, именно государственных. Поэтому, пользуясь случаем, хотела бы пригласить тех, кто еще не знает о нашем существовании, к сотрудничеству. Можно всегда обратиться. Мы открыты, готовы помочь со всем. Со сбором документов, с подбором залога, с определением правильной цели для бизнеса, с определением правильной необходимости суммы. То есть наши эксперты могут проконсультировать по всем этим направлениям. Действительно, вы уже подняли тему о сайте. Действительно, интересно было перед программой посмотреть ваш сайт, и там был большой перечень программ. Вот как определиться предпринимателям, какую программу выбрать? И какие вообще существуют сейчас для наших зрителей? В настоящее время в фонде действуют 7 программ. Одна из них, мы кратко остановимся, это программа для самозанятых. До 500 тысяч рублей под поручительство на срок до 3 лет. И повторяюсь, исключительно на предпринимательские цели. У самозанятых достаточно простой пакет документов. Необходимо предоставить справку из приложения «Мой налог» о том, что самозанятый зарегистрирован, о доходах, полученных за последние 12 месяцев, и заполнить анкеты в фонде. В принципе, это все можно сделать в ручном режиме, находясь в офисе фонда, либо прислать документы по электронной почте, обязательно потом донести оригинал. То, что касается предпринимательства, здесь работает у нас 6 программ. Сумма, максимальное предоставление займа до 5 миллионов рублей, максимальный срок до 36 месяцев. Займы бывают как залоговые, так и беззалоговые. В зависимости от цели получения займа уже подбирается для потенциального заемщика программа. То есть это может быть приобретение оборудования, это может быть приобретение спецтехники, это может быть приобретение недвижимости, это может быть приобретение товара на материальных ценностях, или, как наиболее понятно, пополнение оборотных средств, то есть на текущие расходы бизнеса. Это может быть рефинансирование ранее полученных кредитов, займов в других организациях, исключительно которые были получены на бизнес. В зависимости от этого определяются сроки, суммы, цели. Также займы могут быть с залогом и без залога. В качестве залога принимаются транспортные средства, недвижимость, оборудование. Если своего залога у клиента недостаточно, то возможно воспользоваться поручительством гарантийного фонда. Гарантийный фонд также является инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства. Они могут обеспечить до 70% от суммы займа своим поручительством. То есть вам, заемщику, необходимо будет обеспечить остальные 30%. При этом непосредственно обращаться в гарантийный фонд нет необходимости. Мы все документы самим передадим. То есть соберем пакет документов и направим в гарантийный фонд. И клиент только на подписание встретится с сотрудниками гарантийного фонда. Ну вот также, Виктория Евгеньевна, вы говорите о том, что когда приходит к вам предприниматель, вы также можете помочь поставить конкретную цель на бизнес. То есть определиться с тем, о чем думает сам предприниматель, что он планирует. То есть получается, не только те предприниматели, которые уже много лет работают в своей сфере, они могут обратиться к вам за займом, но и те, которые только открывают свое дело. Да, конечно, те, которые только открывают. Ну, практически все предприниматели хотят все и сразу получить. К сожалению, это может не очень хорошо закончиться, потому что всегда нужно рассчитывать на то, что займ должен быть возвращен в фонд. Мы формируем клиенту также его кредитную историю. То есть получив займ в фонде, мы уже как бы подращиваем и можем передать клиента в банк, когда он уже вырос. У него полностью сформирована кредитная история. Банки уже видят, как он платил, какие суммы он брал. Вот. И для того, чтобы правильно определить оптимальную сумму, которая необходима клиенту, надо правильно произвести расчеты, какая сумма возможна к погашению. И уже из этих возможностей клиента отталкиваться к той максимальной сумме, которую ему можно предоставить. Соответственно, это достаточно грамотный подход, что позволяет сохранить бизнес и клиенту, и фонду вернуть свои денежные средства. А давайте все-таки поговорим об основной теме сегодняшнего выпуска. Это вот именно предоставление займов по льготным ставкам для субъектов малого и среднего предпринимательства. В чем заключались вот эти льготы? Льготные микрозаймы предоставляются определенным категориям получателей. Это, прежде всего, женщины-предприниматели, это социальный бизнес, это молодежное предпринимательство в возрасте до 35 лет, это предприниматели, которые старше 45 лет, зарегистрированы впервые. Это деятельность в сфере спорт, экология, туризм, резиденты ТОСР, особых экономических зон. Все они имеют возможность получить займы по льготным ставкам, то есть ниже, чем для стандартных категорий получателей. Как активно вот эти льготные ставки действовали в 2022 году? Сколько человек воспользовали, сколько организаций, предпринимателей? Воспользовалось порядка 40% от общего количества получателей микрозаймов. То есть можно сказать, что практически половина получателей – это все по льготным ставкам. Какие условия были предоставления по льготным ставкам? Помимо того, о чем вы сказали, может быть, есть какие-то конкретные указания, помимо того, к какой категории они относятся? Для социального бизнеса средняя, сейчас среднюю ставку назову, по наиболее популярным продуктам, чтобы было понятно. Социальный бизнес и те, кто осуществляет деятельность, которую я уже оказывала выше, в городе Невиномысске средняя ставка 3,75% годовых. Остальные категории – женщины-предприниматели, молодежный бизнес, вновь зарегистрированный, действующий в сфере экологии, спорт, туризм. Средняя ставка 7,5% годовых на текущий день. Также у нас есть отдельная программа для промышленности, именно для промышленного производства, кодек с 10 по 33. Если им необходимы денежные средства на приобретение нового оборудования, новой спецтехники, недвижимости для производственных целей, на эти цели могут получить микрозаймы под 1% годовых. А какую сумму можно было получить? До 5 миллионов. До 5 миллионов рублей. А вот какие еще интересные программы есть в вашем фонде? Даже давайте, наверное, не интересные, а самые популярные и востребованные. Судя по всему, я самозанятая, наверное, одна из таких. Я самозанятая, популярная. Популярная, естественно, микрооборот программа у нас называется. Это как раз для финансирования оборотного капитала, текущих расходов бизнеса. Микроинвест на приобретение основных средств. В первую очередь это могут быть не только новые, но и бывшие в употреблении. Транспортные средства, например, оборудование, бывшее в употреблении. То, на что многие банки не предоставляют денежные средства. Здесь, например, и на новое оборудование стандартная процентная ставка будет 7% годовых. А дальше уже зависит от того, подходит ли субъект малосреднего предпринимательства под какую-то льготную категорию получателей. Поддержки будет либо от 7,5 до 9 на сегодняшний день. Также в нашем фонде с 15 ноября действует акция для начинающих предпринимателей, которая так и называется «Легкий старт». Там сумма у нас до 500 тысяч рублей под поручительство гарантийного фонда. Гарантийный фонд предоставляет свое поручительство также на льготных условиях. И фонд для этой категории получателей установил льготные ставки максимально до 7,5% годовых. До двух лет можно взять на развитие бизнеса. Как проходит контроль за теми, кто уже взял микрозайм? Обязательно в случае предоставления целевого займа необходимо предоставить отчет о потраченных деньгах. В случае, если денежные средства были потрачены не на заявленные цели, то тогда необходимо будет их вернуть. Это обязательно проверяется сотрудниками фонда. Клиентам предоставляется срок в размере 90 календарных дней на предоставление отчета. Обязательно осуществляется выезд службы безопасности с целью проверки местоведения деятельности, целевого использования денежных средств, а также контроля залогового обеспечения. В случае, если допущены нарушения были за этот период, либо не выполнялись обязательства перед фондом части срока погашения задолженности, то при повторном обращении возможен отказ в предоставлении микрозайма. Часто ли бывают такие случаи с нарушениями? Вы знаете, достаточно редко, потому что наши предприниматели молодцы, они дорожат своей репутацией, они хотят дальше работать, дальше развиваться, дальше иметь возможность получать кредиты и займы. Поэтому нарушители по минимуму. А что все-таки бывает с нарушителями, если не выплачивал? Не выплачивают штрафные санкции за непредоставление документов по целевому использованию, вплоть до досрочного возврата микрозайма, требования о досрочном возврате. В целом, как сегодня можно оценить работу фонда в 2022 году? Что было, что изменилось, может быть, по сравнению с прошлым годом? В целом, фонд идет по заданному пути. Мы стараемся сохранить и приумножить то, что мы имеем. Фонд оказал поддержку 351 предпринимателю на общую сумму более 635 миллионов рублей. Вообще за весь период деятельности фонда уже выдано практически 6000 займов, но сумму свыше 6 миллиардов рублей. Поэтому мы будем работать в том же направлении, стараться поддерживать наш бизнес, стараться помочь ему развиваться в таких непростых условиях. Все, что нужно, фонд со своей стороны сделает. Ждем от бизнеса такой же ответ. Какие есть планы на 2023 год? Что-то изменится, возможно, в вашей работе? В 2023 году планируем запустить несколько новых акций для стимулирования интереса бизнеса к нашему фонду. Возможно, изменятся ставки, потому что ожидается снижение ключевой ставки Банка России, а ставки фонда непосредственно привязаны к ключевой ставке. Поэтому ждем снижения. В этом и будут заключены все ваши изменения. А вот как сегодня фонд оценивает проинформированность граждан, жителей Ставропольского края о своей работе? Что проводится для того, чтобы как можно больше предпринимателей узнали о вашей работе и обращались именно к вам? Проводятся рекламные кампании на радио. Обязательно ежегодно фонд несколько месяцев в году активно рекламирует свою деятельность. Министерство экономического развития обязательно размещает всю необходимую информацию о нашей деятельности с целью привлечения новых заемщиков, с целью информированности. Мы участвуем в мероприятиях, которые организуют опоры России, Торгово-промышленная палата, Деловая Россия. Мы участвуем в форумах, мы участвуем во встречах с предпринимательством, организуемых муниципальными районами обязательно. Мы участвуем в круглых столах по обучению как новых предпринимателей, так и самозанятых, в том числе по финансовой грамотности, которые проводятся фондом поддержки предпринимательства, а также других общественных организаций Ставропольского края, деятельность которых направлена именно на развитие института малого и среднего предпринимательства в нашем регионе. Получается, помимо того, что вы оказываете непосредственно свою деятельность, предоставляете льготы, микрозаймы, вы также проводите какую-то, грубо говоря, общественную работу с предпринимателями, делитесь важной информацией для них, для их бизнеса. Почему это сегодня важно для вас? Для нас важно, чтобы наши предприниматели развивали бизнес в Ставрополе, чтобы они зарабатывали деньги, и для нас важно, чтобы эти деньги возвращались уплаченными налогами обязательно, новыми рабочими местами, созданными малым и средним предпринимательством, и чтобы наши предприниматели были финансово грамотными и добились успеха в своих сферах деятельности. Ну, если с вашими целями, планами действительно прозрачными все понятно, то как сегодня можем оценивать обратную связь тех граждан, которые уже воспользовались вашими услугами, предпринимателями, конкретными организациями, что говорят, какие отзывы? Вы знаете, я думаю, что 40% повторных обращений говорит о том, что фонд работает, работает хорошо, работает достойно, и мы будем продолжать в том же направлении. А вот для тех предпринимателей, субъектов малого, среднего предпринимательства, которые только планируют к вам обратиться, какой информацией они должны обладать уже сегодня, что им нужно подготовить, какие документы, какие вообще есть этапы обращения к вам? Прежде всего, можно позвонить, проконсультироваться по телефону 8-988-039-462. Специалисты фонда подскажут по всем необходимым документам. Со всеми программами более подробно можно ознакомиться на сайте микрофонд26.ру. Специалисты направят пакет документов, необходимый потенциальному заемщику, для того, чтобы он уже начал его подготавливать. У фонда все документы, которые предусмотрены списком документов, в основном имеются всегда у клиента на руках. Самые главные сторонние документы – это справка об отсутствии налоговой задолженности, справка об открытых счетах, расчетных в банках, и справки банков, если имеются открытые расчетные счета, об отсутствии картотеки номер 2 и о наличии и отсутствии судной задолженности. Все остальное у клиента на руках. Это налоговые декларации, это документы, подтверждающие то, что он является предпринимателем, предпринимателем – это документы, подтверждающие место ведения деятельности, это финансовые документы, подтверждающие его деятельность. С какими чаще всего сложностями сталкиваются те предприниматели, которые к вам обращаются? Возникают ли вообще какие-то сложности? Сложности возникают в части, например, оформления залогового имущества. Например, фонд способствует тому, чтобы недвижимое имущество было приведено в соответствие в связи с тем, что зачастую не установлены границы, имеются какие-либо ограничения, о которых заемщик потенциально не знал. Это выясняется на момент обращения в фонд. Виктория Евгеньевна, очень интересна все-таки работа вашего сайта, потому что это основной такой блок, где граждане могут найти информацию о фонде. И там действительно много такой полезной информации. Какие есть там рубрики, что может там найти предприниматель? Прежде всего, предприниматель может ознакомиться с правилами получения микрозайма. Есть отдельный раздел с заемщиком, где расположена информация обо всех действующих программах фонда. Причем информация всегда актуальная. Там есть информация в разрезе категории получателей поддержки с перечнем необходимых документов и бланков. Обязательно есть информация о всех проводимых фондом акциях, например, о каких-то программах действующих. Также имеется раздел на сайте «Вопрос-ответ», где можно более подробно ознакомиться со всеми вопросами, наверное, которые мы собрали за всю деятельность фонда. Практически все охватили, на все интересующие вопросы клиентов ответили. Там можно с ними познакомиться, прочитать. Я так думаю, после прочтения этого раздела уже вопросов к фонду не останется. А какие чаще всего темы действительно беспокоят? Наверное, все-таки связано с приемом документов, потому что такая щепетильная тема, которой больше всего вопросов. Больше всего беспокоит сумма возможная, максимальная, на какие сроки предоставляем. Ну и по пакету документов, естественно, в процессе работы возникают вопросы, но наши эксперты своевременно отвечают на них. Также я хотела бы сказать о том, что фонд действует не только в городе Ставрополь, офис находится, у нас есть дополнительные офисы в городе Благодарном, Светлоград, Невиномыска, также в селе Красногвардейское. Туда также можно обращаться, сдавать документы. Там работают квалифицированные сотрудники, которые помогут полностью с принятием документов, а затем и с подписанием их дачи и займа. Спасибо большое, Виктория Евгеньевна, за визит в нашу студию. Желаем мы в 2023 году вам таких же добросовестных предпринимателей, тех получателей ваших услуг, которые вы предоставляете. Спасибо за визит. Спасибо. О предоставлении займов по льготным ставкам для субъектов малого и среднего предпринимательств в 2022 году рассказала Виктория Фоменко, исполняющая обязанности директора Ставропольского краевого фонда микрофинансирования. Вы смотрели программу «Актуальное интервью». В студии была Кристина Алексеева. Не переключайтесь, оставайтесь на своем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok